Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 73-м уроке видеокурса Landing Page Для начинающих в этом уроке я хочу вам показать виджет, симпатичный виджет, выполненного в HTML5 Давайте рассмотрим настройки, вы сейчас видите какие цвета, как он выглядит по умолчанию И давайте поговорим о его настройках Вот это поле Enable Disable определяет, как вы хотите загрузить свой музыкальный файл Либо вы кликаете по кнопке добавить файл, либо вы заливаете, например, свой аудиофайл в корень вашего сайта И вот здесь вот в поле вы прописываете путь до вашего файла Соответственно, если здесь Enable галочки нет, значит у нас второй вариант не активен Давайте так и оставим, кликаем по кнопке добавить файл и выберем музыкальный файл с нашего компьютера Я беру произвольный какой-то файл музыкальный в формате mp3 и нажимаю на кнопку открыть У нас здесь идет подгрузка, наш файл заливается Вот здесь уже видно его название И двигаемся дальше по настройкам Вот это вот следующее значение Это у нас звук по умолчанию 0.5 Смотрим вот здесь на демо Видите, звук прибавлен не на 100%, а только до половины То есть, когда человек вам зайдет на сайт, звук он сможет прибавить вручную Но будет всегда звук прибавлен на половину Если вы хотите звук прибавить на всю громкость, тогда вы здесь ставите просто единицу И Enter Смотрим в предпросмотр Вот здесь вот видно у нас теперь звук заполнен, вот эта полосочка полностью Дальше по настройкам Loop Audio То есть, повторять аудио, когда оно закончится Зацикленное аудио Afterplay Автоматически включаться музыкальному файлу, как только человек зашел к вам на сайт То есть, определяете, нужно вам или нет High Time Вот это следующее, это значит скрыть вот эти инструменты времени Когда идут треки Видите, сейчас у нас тут нули И вот с этой стороны 4.11 Если мы поставим Hide Эти элементы не будут отображаться в плеере Вот сейчас видно, они скрылись И по цветам давайте пройдемся Ну, тут уже понятно, да? Player Color Вы можете назначить любой цвет Украсить ваш плеер в дизайн вашего лендинга Playback Bar Color Это у нас вот эта полоска Бара, когда идет Когда у нас играет трек У нас бежит такая полоска, да? Она тут называется Bar Давайте ее сделаем каким-то другим цветом Playback Bar Background Это просто заливка под вот этим Playback Bar Color То есть, там идет какая-то некая заливочка Ее можем сделать просто темнее Следующий голубой цвет Это Bar Color То есть, это вот эта полоска громкости Когда мы можем прибавить или убавить Тоже можно сделать таким же цветом И текст Color Белый То есть, это Вот этот текст Вот эти вот цифры Все белые Можно, в принципе, тоже Какой-нибудь задать цвет Вот видите, да? Цифры стали теперь такие темно-зеленые И последнее поле Это уже для профи Например, прописать какие-то CSS стили Для нашего плеера И давайте посмотрим Как это все выглядит в браузере Вот наш плеер У нас все нормально Единственное, что здесь Не работает в предпросмотре Это перемотка Когда я нажимаю вот на бар И пытаюсь перемотать трек Не перематывается Вы можете подумать, что Плеер или не работает Или у нее нет этой функции Я вас уверяю, что на хостинге Все будет работать Вы можете проверить это так Сделать предпросмотр Вот этой кнопкой Просмотр В Мьюсе А не через браузер Вот смотрите Я делаю предпросмотр Нажимаю play И видите У меня перемотка работает То есть, видно бар Двигается, да? Куда я указываю мышкой Так что все здесь нормально Если вам, например, html5 Плеер не понравился Я вам покажу сервис Иностранный Который позволяет Делать красивый плеер И там тоже можно Дизайн настроить Единственный недостаток Данного сервиса Если данный трек Композицию Никто не скачает Ни разу За месяц То автоматически Трек Ваша песня Она будет удалена С сервиса Вот это, наверное Самый главный недостаток Сервиса Сервис, о котором я говорю Называется Zipishar Если вы его не знаете Переходим в браузер Вот его адрес А я сейчас вам покажу Как здесь работать Здесь, во-первых Можете выбрать русский язык Чтоб интерфейс был русский У меня выбран русский Прежде чем загрузить В сервис С компьютера Ваш музыкальный файл Вы кликаете Вот здесь Галочку Потом нажимаем На кнопку Брауз И выбираем Музыкальный файл С компьютера Я беру Произвольный файл И нажимаю Кнопку открыть И чтобы Произвести загрузку На хостинг Данного файла Обменника Я нажимаю Старт Оплав И нужно дождаться Процесса загрузки Файла Файл загружен Мы кликаем По названию Вот этому черному названию Вашей песни У нас открывается Вот такой вот Интерфейс И вот здесь Есть маленькая ссылочка Мы переходим сюда Сейчас мы сгенерируем Код данного Плеера С данным треком С данной музыкальной Композицией Для нашего Лендинг пейдж Ну и здесь Смотрите Вы кликайте По вот этим Цветным полям Чтобы настроить Дизайн Вашего плеера Вы можете настроить Его в точности Под дизайн Вашего лендинга Я сейчас Произвольно Просто наберу цвета Чтобы вам Быстенько показать Где что меняется Видно да Зеленые Это рамочки У нас тут Черный Это у нас Это все фиолетовое Дальше Что нибудь такое И что нибудь Тут вот такое Еще есть настройки Смотреть Автостарт Ну это автоматическое Тоже воспроизведение Оно здесь не работает Почему то Ширина Вот здесь ширина Плеера Можно уменьшить Или увеличить Видно Что плеер уменьшился И так же Звук По умолчанию На 100% Чтобы он был прибавлен Видите Вот этот звук Либо можно Его убавить Человек Сам потом Вручную Вот здесь Сможет прибавить звук Когда вы здесь Все сделали Вот здесь появляется Сгенерированный код Аккуратненько Целиком Его полностью Выделяем И копируем Переходим В Adobe Muse На нашем холсте Правой кнопкой мыши Кликаем И Выбираем пункт Вставить Сейчас Происходит Вставка Внедрения Нашего плеера В код Нашего лендинга У нас Плеер встал И давайте посмотрим Работает ли все У нас в браузере У нас все работает Я слышу Звук идет Вот так вот И человек Может здесь Либо вот по этой стрелочке Скачать этот файл Либо он может Поделиться В социальных сетях Или скопировать Ссылку И может поставить Информацию О файле То есть Вот такой Вам сегодня Выбор Музыкальных Плееров Выбирайте Плееры Под ваш вкус На этом Я заканчу Данный видеоурок И Не забываем Что под этим Видео Будет ссылка На мой сайт Где вы сможете Без проблем Скачать Виджет Музыкального Плеера На html5 Увидимся В следующем Уроке Наверное Трудно Представить Себе Современный Лендинг Пэдж Сделанный В адоп Мюз Без Сторонних Виджетов А где Же их взять Спросите Вы Специально Для вас Я подготовил Пак Качественных И самых Востребованных Виджетов 121 Виджет Ждут Вас Всего В два Клика Вы сможете Скачать Абсолютно Бесплатный Потрясающий Виджет Например Меню Для мобильных Устройств Несколько Вариаций Мобильных Меню Уникальные Слайд Шоу Всевозможные Эффекты С текстом Круговой Прогресс Бар Маска С текстом Много 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 Другое Чтобы Скачать Виджеты Перейдите На мою Страничку Адрес Который Вы Видите У себя На Экранах Просто Впишите Сюда Свой Рабочий Электронный Ящик И Нажмите На Кнопку Забрать Виджеты К вам Придет Письмо С подтверждением Вашей электронной Почты Обязательно Подтвердите Иначе Виджеты Не придут К вам На Почту Второе Письмо Придет К вам Автоматически Где Вы Сможете Скачать 121 Виджет Делайте Лендинг Пэтч Делайте Их Круто Продолжение следует